Несколько журналистов были задержаны во время одиночных пикетов в поддержку телеканала «Дождь» и издания «Важные истории» у здания ФСБ на Лубянской площади в Москве в субботу. На данный момент точное количество задержанных не сообщается. Однако известно, что среди них журналистка «Дождя» Ксения Миронова, сотрудница издания «Зебел» Юлия Старостина, журналист «Арти» Илья Васюнин и сотрудница интернет-издания «Дела» Лариса Жукова. Кроме того, среди задержанных оказались журналисты Дарья Черкудинова, Соня Гройсман, Андрей Бабицкий и Андрей Ковалев. ГУ МВД по Москве не прокомментировала причину задержания журналистов. В пятницу Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов телеканал «Дождь» и издание «Важные истории». Кроме того, в список также внесли нескольких журналистов. Это главный редактор «Важных историй» Роман Анин, журналисты Олеся Шмагун, Олеся Мараховская, Ирина Долинина, Роман Шлейнов и Дмитрий Великовский. Согласно закону, иноагентами могут быть признаны СМИ, получающие финансовую помощь от зарубежных государств или организаций. СМИ, получившие статус иноагента, обязаны, помимо прочего, маркировать свои материалы. Комментируя решение Минюста, главный редактор «Дождя» Тихон Дзитко отметил, что узнал о решении ведомства из интернета. «Ожидать можно было все что угодно, но мы исходим из того, что для принятия решения должны быть основания. Телеканал «Дождь» — это средство массовой информации с абсолютно прозрачной системой финансирования. Вся наша финансовая отчетность публикуется на нашем сайте. Никаких иностранных денег у нас нет», — сказал Дзитко. Редакция «Важных историй» также прокомментировала решение о признании издания иностранным агентам. «С момента своего основания год назад мы не скрывали от читателей, что зарегистрированы за границей. Сделали мы это для того, чтобы быть свободными и чтобы не превратиться, подобно российским государственным СМИ, в информационную обслугу власти, которая лает, когда ей это прикажут. А что касается самого списка иноагентов, то в нем уже столько приличных людей и изданий, что не находиться в нем просто неприлично», — говорится в официальном заявлении на сайте издания. Согласно решению Министерства юстиции Российской Федерации от 20 августа 2021 года, телеканал «Дождь» и издание «Важные истории» признаны иностранными агентами.